Сегодня мы будем говорить о муниципальном программе развития застроенных территорий, которая была принята в апреле этого года. Все вы знаете о том, что специально к этой программе был принят новый перечень домов, которые подлежат сносу и реконструкции. В него был пусто по праву по метро, значит снежской, вошли 1053 дома. После публикации данного списка в нашей редакции, я думаю, не только в нашей, создаются многочисленные звонки, содержание примерно одно и то же. Люди интересуются, когда сносит мой дом, делают мне ремонт или нет, какой цене купить квартиру и где дадут новую. Я думаю, ответы на эти вопросы лучше всех знает наш сегодняшний гость, заместитель городского главы, начальника управления строительства и земель в нашей новой кантологии Дмитрия Александровича Денисов. Добрый день еще раз, Дмитрий Александрович. Да, здравствуйте. Я думаю, для начала... Пожалуйста, мы очень рады, что вы пришли мне наше приглашение. Я думаю, для начала, наверное, вы скажете несколько слов, что представляет себе эта программа. Я думаю, наверное, все уже достаточно хорошо знают, но тем не менее, думаю, что в следующий раз повторить, а потом мы уже тогда приступим к нашему. Давайте начнем. Значит, конструкция Института развития застроенных территорий не новая, скажем так, явление в нашем законодательстве. В городе Калуге, вы знаете, существовала программа по развитию застроенных территорий, которая, ну, по разным причинам, значит, недостаточный темп ее были, да, движение данной программы, то есть за все время было принятано решение о развитии застроенных территорий, соответственно, там сейчас в стадии, в таком диалоге в текущем процессе находятся. Основная идея была это привлечение средств из небюджетных источников, которые частные инвесторы могут направить на решение проблемы переселения граждан из верхнего аварийного жилищного фонда, поскольку темноквартирные дома, которые официально признаны аварийными подлежащими сносу и те, которые уже готовятся быть признанными, между ними грани очень размыты, это понятно, потому что, как правило, это дома одного года постройки, они располагаются на смешанных семейных участках, то есть люди там приблизительно в одинаковых условиях живут, я имею в виду уровень благоустройства, отсутствие централизованной системы подоснабжения, водоотведения в таких домах. Такой адресный перечень в этой связи был откорректирован. Мы совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства весь жилищный пункт города Калуги отфильтровали по следующему длину. То есть первое, это, безусловно, год постройки. И второе, это информация о либо вступивших в силу решения суда проведения капитальных ремонтов, либо процесс судебный проведения капитальных ремонтов. Поэтому этот перечень потом был откорректирован по разным причинам. По целях исключения дублирования, там включили дома, признанные аварийно подлежащими смостом. То есть это отдельный совершенный список. Могут в этот перечень попасть и дома, признанные аварийно подлежащими смостом. Но тем не менее, вот сейчас есть некий перечень объектов. Это многоквартирные жилые дома приблизительно одинакового года постройки. То есть им там уже за 50 лет многим этим объектам. Многие из них, еще раз повторяю, не имеют централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Эти дома, как правило, располагаются в центральной части города. Поэтому потенциальный и интересный земельный участок под указанными квартирными жилыми домами на это и делается основной убор. При этом, чтобы сразу предпостеречь от негатива, связанного с точной застройкой, сразу же могу вам сказать следующее. То, что при реализации подобных проектов в основу как раз вложится принцип комплексного развития территории. То есть после того, как муниципалитет принимает решение о развитии застройной территории, определяет того инвестора, который начинает вкладывать средства в отселении граждан, этот же инвестор в соответствии с заключенным договором будет обязан разработать за свои средства проект планировки территории. Что это такое? Это, если так вот грубо, это генеральный план развития определенной территории, элементов планировочной структуры. Как правило, элемент планировочной структуры это территория, ограниченная улицами, ну, квартала. Что в пределах указанного квартала была абсолютно логичная, понятная, прежде всего, уличная дорожная сеть, это первое. Второе, ну, квартирные жилые дома не мешали друг другу, то есть все, что касается там проездов, параметров по инсоляции, парковочных мест, все должно соответствовать действующим вот на сегодняшний день строительным нормам и правилам, да, которые любой проектирующий, действующий на территории Российской Федерации обязан четко следовать. Вот, поэтому это очень важно, очень важно. В случае, если эта территория достаточно будет большая, есть такие у нас замеренные участки, это улица Ограниченная, улица Целтыкова-Щедрина, улица Знаменская. Там, в соответствии с грозостроительным расчетом, потребуется также строительство объектов социального назначения. Это детское дошкольное учреждение, то есть при разоблоке проекта планировки выполняется грозостроительный расчет, соответственно, определяется количество мест, которые необходимы для разговарения граждан, которые будут проживать в будущих квартирных жилых домах. Теперь, что касается, по факту, да, что сейчас происходит, да, в настоящий момент на территории городского округа принято два решения, в соответствии с новой утвержденной программой принято решение городским главой с помощью Аминского Новоначьего городского округа Александр Ильича Баларану. Это по улице Декабристов, два дома, находящиеся, 4,8, и решение принято по улице Поле Свободы, там, опять же, там, значит, там и там сейчас готовится конкурсная документация, мы планируем заключить договор с инвестором, который будет в состоянии переселить граждан из домов, которые попали, программы, которые попали на соответствующую территорию. То есть, экономический смысл, вот еще раз, очень про понятия. Есть инвестиционно-привлекательные земельные участки, которые, в настоящий момент, заняты квартирными жилыми домами, включенными в программу. Этот инвестор разрабатывает газостроительную документацию, то есть, после сноса этих домов, он строит там, на этом объекте, может строить либо жилые, либо конеческие объекты недвижимости, естественно, для извлечения прибыли. Это инвестиционный проект, понятно, что любой застройщик, инвестор, заинтересован в извлечении прибыли. Поэтому, в любом случае, то, что он построит, должно продаваться. При этом, существует возможность по некоторым объектам людей переселять. Вот, ну, представьте себе площадку, которая, условно, состоит из трех частей. Инвестор освободил, переселил первые, допустим, три дома, освободилась площадка. На месте этих трех домов строится квартирный жилой дом. Остальные две очереди, но по каким-то причинам хотят продолжить жить на том же районе, в том же квартале. То есть, такое тоже вполне возможно. Такие вот случаи будут в городе Калуги на территории, которую мы забыли, не получили, где будет возможно разбить на этапы строительства проект большой, да. То есть, вот еще раз, представьте себе территорию, которая состоит из трех частей. Освободили первую часть, имеется возможность начать строительство. Те граждане, которые проживают во старшихся групп частях, естественно, инвестор, во-первых, первым заинтересован населением, да, и граждане, допустим, изъявляют желание жить где-то в этом районе, поэтому вполне возможно, что они переселятся в те дома, которые уже построены много. Это, как бы, такой идеальный вариант. Понятно, поскольку это коммерческая организация, да, на заинтересованную в извлечении прибыли, естественно, инвестор при передаче муниципалитета жилыми помещениями будет руководствоваться принципом, да, то есть, необходимо приобрести жилье. Как правило, наверное, эконом-класса, слава богу, что у нас такие объекты и проекты уже реализуются на территории городского округа. Это, ну, квартирные жилые дома Кошель проект, это, ну, квартирные жилые дома по плане 155, европейский квартал, где по, ну, таким демократическим ценам можно приобрести жилые помещения, повторяющие всем нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. Поэтому вот этот вот вопрос, связанный, куда нас будут переселять, я вам могу очень просто ответить, что в данном случае определяющим будет экономика, безусловно, здесь надо искать, безусловно, такую золотую середину. Понятно, что это жилье не должно быть таким же ветхим и аварийным, которое там есть, это не должно быть хрущевки. Понятно, что люди просто уже не переедут туда, понятно, что это желательно должно быть это новостройки. Возможно, это будет лошадь проект, возможно, 155. Дело в том, что согласно условиям договора о развитии застроенной территории, инвестор за свои средства будет обязан либо сам построить, либо приобрести на рынке жилые помещения и передать эти жилые помещения муниципалитету. А муниципалитет, соответственно, будет предоставлять эти жилые помещения нашим гражданам. Возможно, и второй вариант, я уже подробно это говорил, средства массовой информации, когда квартира находится в частной собственности. Здесь немножко будет посложнее, но, тем не менее, механизмы приблизительно одни и те же. То есть, будет предложена либо покупная цена, эквивалентная, стоимость приобретения для этого человека жилого помещения в другом месте, либо будет предложено другое жилое помещение для того, чтобы этот человек переехал. Здесь появляется наговориант. Если вы получите денежные средства от инвестора, то инвестор будет платить покупную стоимость. То есть, в соответствии, здесь, с гарантиейшем жилищным, происходит процедура изъятия жилого помещения. То есть, жилое помещение в объекте, находящийся в аварийном состоянии, в случае, если это попало в территорию, по которой принято решение развития застроенной территории, выкупную цену при изъятии будет предложено некое суммое средство, которое позволит этому гражданину приобрести жилое помещение в другом месте. Здесь наговориантность. Наше жилищное законодательство в этой части, я вот как специалист, говорю, недостаточно четко прописано. Вот я подошу я работаю в министерстве, реализовываю с самими коллегами программу «Потрясение граждан с аварийным жилищным планом». Впервые были применены эти институты, связанные с изъятием жилых помещений. Это решение соответствует жилищным полосам подвижить государственные регистрации. Потом дается какое-то определенное время для того, чтобы в собственном заключить соглашение об изъятии. Изъятие происходит путем выкупа жилого помещения. И выкупную стоимость может быть предложена некая сумма денег, либо эквивалентная по стоимости жилого помещения. Другое. То есть, в любом случае, гражданин защищен законами Российской Федерации при таком переселении. В любом случае. Не говоря уж о гражданско-правовых отношениях, в случае, если этот непвартирный жилой дом не признан аварийным подлежащим сном, то здесь вообще гражданско-правовые отношения. Здесь, скажем так, искусство инвестора договорится с собственниками. Здесь очень, кстати, большая троется проблема, связанная с реализацией проекта. Я не знаю, насколько это целесообразно освещать в данном случае на этой конференции, но вы как бы специалисты, которые занимаются журналистикой, должны понимать, что в данном случае право собственности защищены Конституцией Российской Федерации. В случае, если по каким-то причинам такой человек по каким-то причинам откажется переезжать в любое место или откажется продавать свое жилое помещение, то, к сожалению, такие проекты ничего не закончатся. Поэтому сейчас мы совместно с федеральными органами исполнительной власти участвуем в законодательских действиях, связанных с внести изменения наше федеральное законодательство, связанное, в принципе, с развитием института развития застроенных территорий. Все понимают в этот момент, что никогда нельзя сфиксировать четко цифру, вот я вам сейчас назову все, компьютер откроется, что будет точно дать запятой, сколько у нас домов призвано аварийно подлежащими сносу. Вот я вам могу сказать, как специалист, эта цифра, она не является конечной. Можно завтра нанять специализированную организацию, которая даст заключение, обезвенностная комиссия принять решение о признании этого дома аварийно подлежащим сносу. Эта цифра уже не будет актуальной. Вот поэтому процесс признания домов аварийно подлежащими сносу, он бесконечен во времени. Поэтому те объекты, которые попали в программу, они являются потенциально через, да, 5, 7, 10 лет, к сожалению, жилхонд решает иногда нецелесообразно, экономически нецелесообразно проводить капитальный ремонт. То есть можно сказать, что это такой список аварийных и потенциально аварийных домов? Да нет, мы изъяли из него специальные аварийные дома, поэтому количество квартирных жилых домов немножко уменьшилось. Вот мы изъяли из этого списка дома, которые вот на текущую дату признаны на аварийный подлежащий сносу. Поэтому в эту программу попали жилые дома, которые не удовлетворяют требованиям предъявляемых в настоящий момент жилым помещением Союзной Российской Федерации. То есть они уже в настоящий момент не соответствуют и регламентам технических в части стекловых характеристик, не тем более по комфортности связанные с планировками. Это площадь, прежде всего, кухонь, это геометрические размеры коридоров, это отсутствие каких-либо подсобных помещений в виде где можно хранить свои вещи, одежду и так далее, что уже сейчас в современных квартирах появляется. И это не говоря уже об объектах, где, к сожалению, отсутствуют централизованные системы водоснабжения водоотведения. Такие объекты тоже есть, не их все включили. Мы сделали фильтр по ходу постройки, поэтому эти все объекты попали в программу. Отдельное здесь слово, конечно, хотелось бы сказать, мы включили туда квартирные жилые дома первых массовых серий, это микро-черемушки, эти дома улицы Маршалова-Жукова, улица Чехова. Все прекрасно знаете, можно вспомнить известный фильм, как раз классика, в каждом городе, в старом, в каждом областном центре имеется такой микро-район. И, кстати, приблизительно одинаково называются черемушки, строили там так называемые хрущевки. На тот момент для нашего государства это было очень актуально, необходимо было переезжать из хрущев, и поэтому правосы страны в те годы приняли решение крупнопанельное домостроение, очень быстро строится, люди почувствовали, но в настоящий момент морально и физически эти объекты устарели, поэтому не случайно программа называется реконструкция рекосноса. Здесь уже в последнее время, в последние несколько лет городской управе там среди специалистов есть официальные технические заключения, что с этими домами делать, имеет ли экономический смысл их реконструировать. Разработана проектная документация по, я не буду называть адрес, значит, один из домов посчитали, сколько это стоит, больше 100 миллионов стоит, то есть на время реконструкции эти граждане должны быть куда-то отселены, вы представляете затраты, при этом в смете на реконструкцию должны быть безусловно учены все затраты связанные с переездами и временным содержанием людей, посчитали экономически нецелесообразно даже в условиях города Калуги реконструировать указанные дамы. Хотя, хотя это тоже, вы знаете, на самом деле есть современные технологии, я сейчас на вопрос отвечу, которые позволяют реконструировать эти дома, но в любом случае это, скажем так, для принятия решения необходимы четкие цифры, проект, насколько целесообразно проводить реконструкцию на статистике многие дома, которые попали в программу, особенно в Черемушках, значит, там по ним имеется решение суда о проведении капитального ремонта, это не секрет, поэтому, в любом случае, уровень местного управления обязан предпринимать какие-то конкретные шаги по тому, чтобы этот объект находился в нормативном состоянии и граждане для жизни здоровья граждан. А назовите все-таки цифру, сколько у нас патологий, аварийный, наоборот. На данный момент. Ну да, на данный момент. Все время не шло, а 1049, 1049, 1053, а вы говорите, список уменьшен, а по-моему, 4 люди. Уменьшен, уменьшен. Нет, считается, действительно, 1049, то есть 1053. Значит, я сейчас расскажу. Можно просто сразу вот реплики по поводу вот сейчас, да, называли заношу, максимально перечень были включены дома, которые там, через некоторое количество лет будут иметь проблемы, но то есть потенциальные версии, потенциальные аварийные. Ну, опять же, это вот ремарки наших читателей, я буквально вот за чат в пресс-конференции позвонила когда-то с Чиремушем практически дословно записала. Не трогайте наши пятиэтажные хрущевки, они очень крепкие, даже атомные бомбы не возьмем. Это первый момент. Значит, еще, а мою хрущевку, одну из первых колодок и это 11-11 не включили перечень. Почему сносятся дома 50-60-х года постройки, а наши дома по улице Баумана построены в начале 1900-го года, она отнимает внизу в лесок. В этом перечне нет. Ну, смотрите, по-моему, это исторический центр, вот вы можете в качестве проблемы обозначить следующее. У нас город Ковы очень старый, поэтому очень много объектов имеет статус определенный. Здесь федеральный законодательство, это либо памятник, либо объект культурного наследия. Соответственно, здесь законодательство с этими объектами, кроме как реставрировать ничего нельзя делать, слово реконструкция и тем более снос для них не приедут. Тем не менее, значит, я имею в виду в части освобождение. Если этот памятник аварийный подлежит сносу и имеет такой статус, то муниципалитет, такие примеры уже есть, я могу сейчас представить, мы буквально пару лет назад переселили дом Толмачева улицы Плеханова, он сейчас находится в стадии реконструкции, то есть он будет восстановлен, то есть и живой дом и однажды вы улыбаетесь. Дело в том, что улица Воскресенская 22 это трехэтажный дом, тоже в настоящее момент разработан проект по реставрации и инвестор планирует зайти на площадку по дому Толмачевых на стадии проведения строительно-монтажных работ. Объясню, почему это так тяжело делается. Вот смотрите, по полу возвращаюсь, я уверен, что эти дома имеют статус, поэтому не попали в эту программу. Если эти дома имеют статус аварийный подлежащий москва, то муниципалитет не имеют статуса. Но вот о чем я и говорил, что эти объекты могут быть в любой момент признаны аварийной подлежащей москва. Для граждан для конкретно рекомендации только одна. Инициировать процедуру признания дома аварийной подлежащей муниципалитет. Муниципалитет говорили о том, что они звонили. а не платный муниципалитет, это муниципальная. Муниципалитет сказали, что надо платить вам порядка 100 тысяч рублей. Для такого дома будет значительно меньше. Значит, производится техническое обследование. Техническое обследование делает специализированной организацией, оплачивая в данном случае инициатора. Инициированный процедуру средств управляющих компаний с того счета, который имеет управляющая компания можно оплатить полномочия. А, соответственно, дом, если он имеет статус соответствующий, он подлежит реставрации. Такие два примера я могу вам в городе привести. Они уже есть. Почему так плохо идет этот процесс? Во-первых, это не так просто разработать и согласовать документацию по реставрации этого здания. То есть, потребуется согласовать в Министерстве культуры Российской Федерации в зависимости от статуса памяти. То-вторых, средняя смертная стоимость такого объекта относительно реставрации относительно обычного объекта встречается раз в три-четыре раза. То есть, инвестор обязан нанять организацию, которая имеется в отношении допуски на реставрацию памятников и соответствующие ценники более серьезные. Более того, имеется также административная практика это лечение к ответственности тех организаций, которые осуществляют что-либо с памятником реставрацию или реконструкцию без соблюдения требуемых вздеранных законодательств. Такая как бы нелогичная вещь, но тем не менее она имеется в законодательстве хорошо бы памятники восстановить, но не надо когда город перед соответствующим мероприятием привозил в порядок фасады домой, как раз подкнулись с этой ситуацией необходимостью согласования проектов, необходимостью преувеличения специализированных организаций. Но на самом деле это правильно, если вы обратили внимание как прекрасно дистанцию фасад городской управы новой институции. Там действительно очень серьезная компания за Оренбурга, которая там висели как скажем так. и стояла хорошая мысль это человек, который осуществляет строительный контроль. То есть я входил в это здание и постоянно наблюдал молодого человека, который смотрит как рабочие, феном снимают слой за слой, слой штукатурки, а потом старательно наносятся буквально каждый сантиметр квадратный. Вот это требование общее для памятников. Поэтому для тех людей, которые проживают в объектах культурного наследия или в муку памятниках, это отдельный разговор. Проживая и имея статус памятника, инвестор не может туда зайти. То есть ему либо надо статус снимать, а если это невозможно, если уже присвоен соответствующий статус, то в данном случае только удачно может что-либо сделать. Потому что вы представьте себе инвестора, который отселяет двухэтажный памятник, и максимум что-то может сделать это только изменить функционалку, то есть у него вместо живого здания офисное. И потратить огромное количество денег. Я вот вам честно готов с медной стоимости сказать по дуру Тумачевых или по объектам на улице Воскресенской, но это очень значительная сумма. Очень значительная сумма. Поэтому будет восстановлен в том же виде, в том же объеме и с соответствующим охранными обязательствами, которые установил Министерство культуры или Министерство культуры Российской Федерации, или Министерство культуры Калужской области. В зависимости от того, что помимо. Если в доме есть муниципальное жилье, то эти люди, которые живут в муниципальном жиле, снимают они могут получить квартиру от муниципалитета после проекта. Есть в этом же доме из 16 квартир 15 частных собственных. С частными собственниками получается будет договариваться достройщик. Если не найдут общего языка достройщика, понятно, что город скажет все, жиле в муниципальном, куда хотим, после проекта вселяем. Мы накупили вам квартиру. Чем был кошелек проекта. Там еще я был в Самаре, я был в Самаре, несколько лет назад, вы помните, что наличие на рынке проектов эконом-класса, как и жестоковом жилье, эти все проекты, они оказывают стабилизирующее влияние на ценовую политику нашей строительной организации, отбивают им руки хорошие на рынке с московского. Если вы помните, в 2008 году цена за квадратный метр жилья в городе Калуфе приписывалась к 80 тысячам рублей из квадратного метра. Но приписывались, на всех явлениях, понятно, всего крупного, а сейчас средняя цена около 50 тысяч рублей. Наличие на рынке на Калужском жилья экономического класса стабилизировало цены в городе Калуфе. Это 155, это позволило многим людям выбраться из, как вы говорите, бетонные мешки, где они со своими любимыми тещами проживают, и семьи, когда по нескольку поколения в одном жиле, или вынуждены снимать и платить, кстати, сопоставимую по стоимости аннутиентного платежа, то есть, когда человек берет кредит, платит ежемесячную стоимость, то есть, на них появился шанс реально улучшить свои жилищные условия, шанс реально завести семью. И когда, говоря так пренебрежительно, а этих проектов у меня вот как у специалистов, ну, так сказать, я очень, скажем, психиколатентное, но тем не менее, значит, как специалистам говорят, наличие на рынке подобных проектов стабилизирует цены, позволяет более широкой категории граждан, спрос сегментирован, да, то есть, в зависимости от платежеспособного спроса, там, вот, там, состоятельный человек может приобрести на Кирово в районе, значит, Сбербанка, видели, да, сколько там ценников вывешено, по 100 тысяч рублей за квадратный метр, но уже 75, видите, если бы она чем-то занимает квартиру у бабушки-проценщицы, которая так судьба сложилась, у нее есть свободное живое помещение, извините, в подъезде на первом этаже, где неприятно пахнет, потому что это пятиэтажный дом, и, как правило, там живут люди, которые снимают жилье, и они таким же образом относятся к своему живому помещению, вот, поэтому очень положительную роль, я вам скажу, не столько, как касается качества, да, качество всегда будет, вопрос, принимая качество и соотношение цена-качество, вот надо, вот, профессиональный потребитель, когда заходите в магазин, вы же наверняка, когда выбираете для себя что-то из продуктов питания, вы соотносите цену и качество, цену и качество, да, вообще, съедобно или несъедобно, вот, точно так же потребитель действует на рынке жилья, вот, Кошель в проект позволил многим, в проект позволил реализовать социальные проекты, связанные с приобретением жилья, вот, в 2008 году, во времена кризиса, я вам просто расскажу историю, когда подписал президент в класс Российской Федерации указ о обеспечении живым ветеранам педикотечественной войны, наши местные девелоперы, они, скажем так, безутриозно отнеслись к цене 300 тысяч рублей с отделкой за квадратный метр, который положен на ветеранах по расчету субсидий передоставляемой с федерального бюджета, а те строительные организации, я не буду их называть, они, вы не принадлежительно к нему относитесь, они отнеслись к этому с пониманием и построили жилье, да, вот, их процесс, да, вот, вот, эти крупные крупные компания, которые могут, там, имеют, там, вот, карьера до выпуска, там, допустим, панели, да, для крупнопанельного домостроения, ну, могут они вот на рынке предоставить цену 300 тысяч рублей с отделкой, да, возможно, они убыток тогда отработали себе, ну, зашли вот на кавычки много очень вопросов, вот, там, по качеству и по среде, потому что за это, понятно, муниципалитет отвечает, да, за транспортное сообщение, за автомобильные дороги, это всегда очень сложно, вот, к сожалению, муниципалитет не обладает теми ресурсами, которые позволяют единовременно со строительством жилья, мне, ну, что мы говорим о правом береге, одновременно со строительством жилья построить дороги, которые никто не разобьет, потому что строители еще не учились, которые плачают, одновременно проложить туда маршруты общественного транспорта, построить детские сады, школы, чтобы мы все счастливо зажили вместе, значит, не в каменных мешках, вот, это жилье, желательно, чтобы там, значит, и потолки были 3 метра и стоило 30 тысяч рублей с квадратным метром, поэтому такого не бывает, в любом случае человек, который вообще к жилому помещению, вот с моей точки зрения, в Российской Федерации скоро перестанут относиться как к тому факту, на какому населению. Есть такой принцип оседлости, да, то есть приобрел живое помещение, значит, вечно будет жить здесь, значит, будет новое, да, новое, новое рабочее место, новый статус, новое жилое помещение, вот, поэтому, это страх для многих молодых семей, поэтому, я лично, как специалист, считаю, что это положительную роль сыграло в этих помещениях, они всем требованиям соответствуют, я был в Самаре, в проекте, более того, вот эта трехэтажная застройка, она наиболее комфортная для людей, сейчас многие делали ворские проекты в Подмосковье переориентируются на малоэтажное жилье, потому что, первое, начиная с пятиэтажей, уже ты не знаешь, с кем ты живешь в одном подъезде, если кто-то позовет на помощь, уже не тот, и, к сожалению, вот о чем реально, как бы, говорить, а не о том, что это какие-то девелоперы, там, устроить не жилье, вот о социальных, так сказать, а в трехэтажном жилье, как правило, все друг друга знают, соседи, как только поднимаешь голову, взгляд на небольшой угол, ты видишь не стену дома, а небо, и поэтому, на самом деле, жилые помещения, это вот эта обстановка, когда я летел в Самару, я думал, ну что тут, рядовая застройка, то есть, похоже больше на, так сказать, казарм, когда оказался внутри, там совершенно другое впечатление, если мы сейчас, вот таким же составом, приедете туда, сейчас нам как раз, ну хотят, в хорошем смысле, преподнести этот проект, там уровень благоустройства, уровень зеленения, намного выше, чем у наших девелоперов, там применяется хороший посадочный материал, там малые архитектурные формы, из риска на пород дерева, значит, там с ударогасящим покрытием, спортивные площадки, где вы видели колуского девелопера, который устраивает, значит, для детей, для людей, которые будут там жить, такого уровня благоустройства. Вот, ну это так, просто лирическое вступление от темы, сегодняшнего дня. Вы знаете, почему возник этот вопрос, когда трескали два дома, их разобрали? Знаете, всегда бывают разные вопросы, связанные с браком, связанные с браком, дело в том, что у компании пошли проекты около 50 субподрядных организаций, контролировать 50 субподрядчиков, многие из вас, наверняка, здесь являются руководителями тех или иных организаций, ну, возможно, меня в составе, я не могу контролировать каждую отдельность барышню, да, которая там, вот, но есть система контроля определенная, умножается на 100, каким образом контролирует 50 субподряд организаций. Поэтому были допущены нарушения, брак были разобраны до основания пундаметра, возведены в его. пункт. Я понимаю, когда с тещей, когда пахнет в подъезде, это все оправданно, вот когда без тещи, когда в подъезде все хорошо, и, допустим, нужно не забрать исторический центр, там, допустим, много жилых людей, да, или, ну, допустим, вот моя сверковь, она попала, она живет в одном из домов, в котором находится в перечне, и совершенно уже пройден, у нее прекрасная квартира, в прекрасном подъезде, а инвестор будет еще так же рассуждаться, вы думаете, он какой-то вот, ну, с луны, что ли, свалился? Первое, что он будет сделать, это опрос, это разговор с гражданами, вы представьте, как можно человека, вот человека, ну, это же просто, это же просто невозможно, вы понимаете, там, где дома аварийные, подлежащие сносу, имеют такой статус, муниципалитет, соответственно, обязанность, обязанность переследить этих граждан из аварийного жилищного фонда, хотя многие граждане, вот я вам говорил, что у меня есть опыт определенный с 2008 года, связанный с реализацией на территории Калужской области программы переселения граждан из аварийного жилья, не всегда есть отдельные граждане, которые даже сопротивляются переезду из аварийных домов, подлежащими сносу. Я вам последний вот, вы помните, вы нас критиковали за счет пересечения улицы Салтыкова-Черина и Степана Разина, не помню, 105-й, по-моему, напротив Сельско-Комитета. Вы знаете, почему он такого стоял и не могли его снести? А потому что там граждане не хотели переезжать. Их все устраивало. Там кровля уже провалилась и не было окон. Наше управление ЖКХ бегало за этими гражданами, предлагали жилые помещения. В нормальном жиле, кстати, вполне. Какие? Правый берег. Да. Они знаете, какие причины? Они же постоянно пьяные были, понимаете? Ну, это... Ну, это... Ну, представьте себе ситуацию, ну, вот этот гражданин, он проживает в этом доме. Нормальная абсолютно семья, у него по соседству живут люди, ну, не совсем, маргинальной направленности. Вот, я не хочу переселять, потому что правый берег, потому что это кошельный проект. Вот я не вижу здесь вообще никакой логики. Муниципалитет, в данном случае, в случае, если дом признан аварийным, подлежащим сносу, имеет право обратиться со следующим местным заявлением с утоприненным действием переселения. То есть, этим гражданином просто будет перезаключен договор социального нормального случая, если он нанимается, если он собственник, судебный проект, будет заключено соглашение безъятия живого помещения, путем выкупа. Вот ответ на вопрос. Если, как вот ваше, ману, то... Пусть там 50% алкоголиков, которые вообще не платят за квартиру, но есть частные, ну, квартиру съемщики, да? Живцы, которые сделали своей квартире ремонт, вы сейчас скажете, что это оценят, великолепный. Вот живет мать-одиночка, нет у нее мужа, она все отделала, ее перевозят, вот как я назвала, вот этот цементный мешок. И что ж ей бедной считать, откуда она знает? Мама-одиночка там найдет себе... Нет, нет, нет. Я вам уверяю. Вот она поменяется виду обедрания, то есть любая смена местных жительства положительным образом влияет, значит, на человека. Это вы любое... Учебник по психологии откройте, значит, любое переменное обстановки положительным образом влияет. Не надо жить, значит, вот нужно... Сергей Михайлович о другом, если решать новую квартиру, и ремонт не на что делать. Да, и не вырубить. Значит, еще раз, смотрите, смотрите, еще раз, вы меня не услышали. Перед заключается договор социального найма. В соответствии с договором социального найма предоставляется жилое помещение пригодное для проживания, имеющее минимальный уровень отдела. Вот, вот, вот. Это я не хотела узнать. А, собственно, знаю. Если это собственник, если это собственник, ну, вот дадут эти парашни определенную сумму, если пускай на его крепить, то это жилое помещение в другом месте. Как раз уточнить, больше нет. То есть, здесь, понимаете, здесь ситуация такая, что производится оценка, да, безусловно, того живого помещения, безусловно, все затраты, связанные с переселением, связанные с наличием, там, проведенного ремонта, все это должно учитываться в крупной стоимости. Ну, черт, это в большей степени уже гражданско-правовые отношения. Это диалог между собственником и инвестором. Вот вы представьте себе, ну, себя поставьте на место инвестора. Вот стоит три объекта, да, или четыре объекта. Они после военной постройки сразу живут там граждане. И вот как у инвесторов у вас классная идея, у вас есть средства там на счете. Вы готовы зайти на эту площадку, понести затраты очень серьезные. У вас в голове план, да, построить вместо этих трех, ну, реально, слова, именно именами говорить, так бараки, да, хотя нецепленные очень устроили надежно. Вот, значит, и у вас в планах вы начинаете тратить деньги, начинаете вести диалог с гражданами, вы максимально подходите уникально к общению граждан. Да, мы не имеем статус аварийный по ближайшему слову. Вы заходите к каждому, включитесь в дом и предлагаете. Если у этого инвестора возникают сомнения по поводу возможности сомнений, он просто дверью клопнет и не будет ничем заниматься. Вы поймите, что это список, вот знаете, особенно после первой реакции, да, как же так нас сносит, мы же только что сделали ремонт, мы только что вот приняли решение на общем собрании, нам город здесь бы устроил, и вы, муниципалитет, вы нелогично себя ведете. Вот, черт говорю, фильтр был только один, это клуб постройки. Оставшиеся фильтры будут в головах и в процессе переговоров между собственниками и инициаторами проекта, тем инвесторам, которые будут тратить свои собственные средства для реализации высокорискованного проекта. Вот если вы откроете те пояснительные записки, в которые мы сейчас с федеральными коллегами подключаем, связанные с, не синим извинения, действующая федеральная законодательство, связанная с этим институтом, то вы там на это четко проследите эту линию. То, что проект высокорискованное, связанное с общением с собственниками, право собственности защищено конституцией. То есть, если что-то не получится, он просто уйдет, и люди будут продолжать жить, муниципалитет будет вынужден проводить капитальный ремонт за бюджетные деньги, люди останутся в этих домах, к сожалению. Хотя могло быть все по-другому. Поэтому здесь очень тонкая грань, это исключительная компетенция тех переговорщиков. Муниципалитет в данном случае, кстати, вот я неспроста сказал, что муниципалитет в данном случае не должен стоять в стороне, мы будем участвовать в переговорных процессах, убеждать граждан, насколько это возможно. Вы знаете, просто возникает не потому, что люди вот такие нехорошие, они не имеющиеся веки. Нет, нет, я не хорошее. Понятно, что человек сегодня прожил на улице Кирова, в достаточно хорошем доме, то я уже все понимаю, его сомнения в плане переезда там больше проекта, или 155. Все начало сначала. Но вот опять же, если все-таки, ну, мы... Да на Кирова никто не будет делать, нет, у меня на офисе. Да я на Кутузову живу. Нет, просто если брать конкретику, да, вот, допустим, имеется в Нечество, то есть ценник, у которого есть собственность и квартира, двукомнатная, 45 килограмм метров. Она находится в доме, который попал в этот перечень. Что, на что он может рассчитывать? И опять же, вы смотрите тоже по поводу выкупной стоимости. Вот эта квартира, она, допустим, сейчас стоит, ну, в зависимости от района, порядка 3 миллионов рублей. Аналогичная квартира, ну, опять же, там, я не знаю, назовите, вот это будет, опять же, по площади будут давать, или же по комнатности. Ну, допустим, двухкомнатная квартира аналогична, ну, не аналогична, конечно, площадь, но, тем не менее, она стоит более дешевле, в любом случае. То есть, вот эти 45, ну, не 45, даже 60 квадратных метров, они будут стоить, ну, кто же, 55 дешевле, чем 45 на Кирово, То есть, каким образом будут учитываться вот эти вот цены соотношения к площади? Честно говоря, это гражданские права и отношения. То есть, вы не можете сейчас вот сказать, что это будет? Ну, конечно, это очень индивидуально, вы понимаете, то есть, вот ты приходишь, он собственный, да, вот есть, есть инвестор, и просто, вот знаете, вот ничем в данном случае не будет отличаться, вот, вы приходите на рынок, хотите купить, там, вы начинайте торговаться. Вот, муниципалитет может напрямую, соответствовать действующему законодательству, участвовать в этом процессе только в одном случае, если дом аварийный подлежит снос. Во всех остальных случаях, если жилые помещения находятся в обычных домах, они не признаны аварийным подлежащим сносом. То во всех иных случаях, значит, будет инвестор сговорить с собственниками, с ним договариваться, предоставлять жилое помещение, предоставлять жилое помещение больше площади, как вариант, значит, делать какие-то, так сказать, ремонт, ну, как-то, более качественных материалов, не там, как обычно, хотя вот сейчас, вполне нормальный, достойный ремонт. Поэтому здесь говорится о том, что вот там мать-одиночка переехала, ей нужно срочно, значит, вкладывать деньги. Я срочно мужу искать. Вот. Муниципалитет будет участвовать. Это безусловно. У нас, кстати, в наши полномочия входит все, что связано с демографической политикой, поэтому муниципалитет обязан создавать условия для того, чтобы все показатели по приросту населения. Это, прежде всего, жилищное строительство, это строительство объектов собственного выда, объектов здравоохранения, то есть, посвенно. Мы участвуем в этих процессах. Я, конечно, здесь это шучу. Нет, все-таки, вот скажите, вот квартира стоит 3 миллиона, там она будет, ну, аналогично, 45 квадратных метров. А почему 45? Почему? Ну, опять же, как-то будет двухкомнатную, или, опять же, стоимость выкупная, это будет кадастровая стоимость квартиры, или же рыночная стоимость? Рыночная, у нас есть федеральный закон об оценочной деятельности Российской Федерации. Оценщик будет оценить в соответствии со своими допусками и лицензией на оценочную деятельность. Он не журнен? Конечно журнен, все оценщики журнен. Нет, серьезно. Можно альтернативного взять, например. Нет, давайте, ну, вот, допустим, конкретный пример, да, партийные жилые дома, ну, допустим, там, на улице, там, не знаю, никаких или ничего, это дома, находящиеся в аварийном состоянии, заходит оценщик, он должен таким образом, да, оценить, да, жилое помещение, чтобы никаким образом не были учеблены права гражданинга. Вот я считаю, что права гражданинга не будет учеблены в случае, если будет предоставлено жилое помещение, большее по площади, то, которое вот сейчас имеет собственность, находящийся на, находящийся на квартире в жилом доме, который вот недавно построили. Поэтому большее по площади это всегда любое переселение из аварийного жилищного фонда, волны для переселения в городе Калуни, там, связанных с реализацией 185-го федерального закона, закона о жиле субъектах проверки жилых. Было несколько волн, несколько программ по переселению граждан из аварийного жилых. Всегда, на всей территории Калунистской области, всегда это было улучшение жилищного устроя граждан. Первые волны, значительное улучшение. Потом, Российская Федерация там немножко, другая гипотеку закрутила, потом, менее значительное. То есть, все равно было там, были вот, переселяли людей в 2008-2009-м году, вы можете найти этих людей, очень просто найти адреса, те домов, которых уже нет, они снесены. Переезжали люди на улице Майсты, жилые помещения там встречающиеся в стране с ним, даже иногда по 10 квадратов, там, вечно, когда больше, Тувинина. Переезжали на правый берег, вот, в живой дом, значит, на правый берег устроенного муниципалитета. Есть Калужская область, поскольку работают на территории, все Калужская область, приедете, поселок Селедейский, с университетического района Калужской области, где шахтерских поселок, где вот дома себя представляют так называемые шлака на Леониде, то есть две там плиты, и между ними шлака с целью. Вот, или в хозяйственном районе тоже там есть такие поселки, где люди просто вот вместе со своими домами умирали. то есть, поэтому, в целом, программа переселения из аварийного жилья, она водопорно влияет, и если есть возможность привлечения в нем бюджетных средств, которые, вот, кстати, будут и паналатичными же условиями, точно так же, как и предъявляется государственная программа, Калужской области по переселению граждан с отлично муниципальным. Отличие только еще раз говорю. Вот этот вот тонкий момент возникает, когда жилой дом, квартира, не признана в арене подлежащим сносом. Понятно, возникает вопрос, кто будет оценивать, как будет оценивать, не будет ли предложено жилое помещение значительно меньше рыночной стоимости. Еще раз вам повторяю, это предмет гражданско-правых отношений. Муниципалитет здесь будет участвовать, безусловно, в каждом конкретном случае у нас колородной маленькой городок. В следующем году у нас планы большие по принятию решения развития застроенных территорий. Самое большое по площади планируется в районе улицы Знаменская, улица Садыкова-Четвина, наверное, самое большое количество жилопомещений будет предоставлен напротив, как раз, вот этот квартал. Значит, это еще ниже, до улицы Подгойского, тоже есть проект по развитию застроенных территорий. Там он обременен, к сожалению, сейчас инвестор на этапе там очень много охранных обязательств. Это зона особо хранимого природного ландшафта, зона охрана памятника, знаете, структурная фабрика, это памятник федерального значения. То есть очень много ограничений, которые вот совместно с муниципалитетом и совместно с угласными структурами необходимо решить. Есть еще ряд проектов, какие-то на чередушках и так далее. Ольга, пожалуйста, вы можете узнать, какие у нас вы конкретные, сколько конкретно человек упланирует переселить, какая площадь вот этих вот расселяемых количество домов. Да, улицы Декабристых. Нет, не улицы Декабристых, а вот эти домики домики, 4,56 семей. Нет, 63 домы это время живет, не надо... Есть, еще есть. Вот, допустим, с этой площади 11 на Минск. А эту информацию можно будет потом опубликовать? Площадка 5,2 переселяемая площадь 10,5 тысяч квадратных метров, 19 домов. Ну, вы поймите, то есть, ну, есть таблички, то есть, я думаю, насколько это сейчас важно. Это очень важно. Вы поймите, что муниципалитет и должностные лица в области местного самоуправления могут вам вот говорить, ну, реально, о каких-то там сроках и так далее, когда вот, там есть контракт, соответствующие. Мы подпишем контракт, там будут обязательства, там будут сроки. Сейчас я могу сказать о тех планах, вот где, ну, там есть инвестор, там поле свободы, допустим, 0,9 гектара, 21 человек, 4 дома, Тульская, ну, есть, Тульский проезд, 14 домов. Дмитрий, сначала мы сразу обознали, там полтора гектара. Как раз девушка интересовалась одна из наших читателей, значит, вопрос дословно. Адрес какой? Значит, списки в числе и прочих фагурировали дома по Тульскому проезду 1, 3, 9, 11, 13, актуально зафиксирован совершенно другое участок, как это объяснить? Там люди уже давно построили капитальные качественные дома. Ну, есть, есть там проблема, а какую еще осталось? Значит, она называет дома 1, 3, 9, 11, 13. 1, 3, 9, 11. Да, а на плане запиксирован другую часть. То есть, она, я так понимаю, смотрела список и вот тоже на нашем сайте был прикован как раз. Вы помните, это презентация, да, это презентационные материалы. То есть, когда будет решение обновлено местного управления, принять решение на развитие застройной территории, приложение, постановление, будет графический материал. Я вот открыл этот слайд, да, тут действительно будет правая часть, левой здесь нет, будет и правая, и левая часть. А на месте левая это, понимаете, построено. Какие-то, некачественные дома. Такие. Вы поймите, еще раз говорю, ну вот пришли, вот капиталь, во-первых, первое, эти на Турском проезде, там города планы большие, по связи улицы Тульска с улицей Маяковского, да, улицей Маршала Жукова. Там есть, вы знаете, сами знаете, поворот с улицы Маршала Жукова, с улицы Горького на улице Маршала Жукова. Повороте какая там пробка. городу планы по развитию транспортной инфраструктуры вот в этом районе. Поэтому, в любом случае, если, скажем так, инвестор туда не придет, не стучится в Увере, пара в городе хороший дом, туда придет муниципалитет, когда в муниципалитет появятся ресурсы соответствующие. Вот. И замедленный участок для муниципальных нуждей строительства автомобильной дороги. Город развивается, поэтому та уличнодорожная дель, которая сейчас в городе есть, она уже не справляется с тем количеством автотранспортных средств. Куртура в любом случае будет вынуждена заниматься строительством дорог, новых дорог внутри города, для того, чтобы разгрузить основные здравоохранения. Дмитрий, от них девушки по поводу этих домов, что ответить, что в плане дефиксирования не могут быть человеком? как не подойдет, девушка, спасибо. Вы, если вот так, режима вопрос-ответ, вы скажете, что на следующий момент мы след уточняем планы по поводу развития территории по указанному адресу. Кстати, можно было бы, как идея, может быть, опять же, такой телефон уже есть, это телефон какой-то горячей линии, потому что люди звонят, мы теперь направляем управление. Да, не приходят. У нас не регулярно личные приемы, у моих коллег, они могут просто прийти на москорскую. Но вы поймите, для этого нужен человек, сотрудник, который достаточно компетенции имеет, не разговаривает от телефонов. Целесообразно у нас с волей законом обращение граждан, либо это письменный запрос. На все запросы я вас уверяю. У нас очень жесткий контроль городского права, электронная система документа оборота. У нас, например, там очень часто жилые люди звонят, которые нет в этом доме. Я имею в виду, что у нас внутри городского права электронная система документа оборота. любое обращение гражданина, которое написано, на почту ходят гражданин, значит, ну, не просто письмо, ну, письма на третье. Многие люди приходят на личные приемы, задают. Буквально недавно были граждане театральные, они были возмущены решением о том, что их дом включили. Это вот такой вот красивый дом рядом с объектом, который называется примерное, беляшное, красивое объект. И дом, остались, я бил, такой конструктивизм, красивый. Вот они пришли, пожилой человек, говорят, зачем вы нас включили, мы только там сделали. А ну, вот оказалось, что это была коррестировка программы, мы написали комплективное обращение, мы просто исключили этот объект из списка. У меня три момента хотел я прояснить, поскольку вы математикой занимаетесь, как вы говорите, просчетами, да, то вот вопрос следующий. Значит, я видел строительство таких мансардных этажей, да, как вариант приведения в соответствие вот этих жилых помещений, ниже находящихся. Земля дорогая в городе, и, соответственно, имеет ли опасение такое вот мое, что будут строиться свечки, соответственно, еще более уплотнять городскую среду, все эти транспортные проблемы, о которых вы говорите. То есть, как это регулируется. И последний момент. Хотелось бы, конечно, получить какую-то пользу от всех вот этих инвестиционных проектов в нашу область. Приходят цементные заводы. Будет ли это каким-то образом там влиять на снижение стоимости квадратных метров, потому что цемент это самая такая важная строительность. Возвращаясь в начале беседы. Соответственно, здесь есть такой документ территориального планирования. При заключении договора развития застроенных территорий у инвестора возникает обязанность разработать проект планировки засвоения. У муниципалитета, соответственно, выдать замечание и утвердить все, после того, как все замечания будут устранены. Это ответ на первый вопрос. Вопрос второй, который может скрыться там, насколько этот инвестор реализует в полном объеме представления проекта планировки. Вопрос всегда открытый. Потому что, если, допустим, действующим проектом планировки территории, допустим, на правом берегу, предусмотрено строительство школ, детских садов, знаете, в адвокатских садах, там должна быть школа в соответствии с проектом планировки территории. Постой, мы сейчас проектируем, занимаемся, а детей уже сейчас надо куда-то водить. Всегда возникает вопрос поэтапности реализации проекта планировки. То есть, что должно появиться в начале, что должно появиться в последствии и в конце. Вот, как правило, инвесторы при разработке проекта планировки они там хитрят мотивирует это говоря как же нам надо сначала заработать деньги а потом обязательно мы построим детский сад я просто общаюсь коллегами там своими субъектами федерации везде ситуация характерная соответствует проектной планировки есть сушкульпы нет не появляется вот где основная проблема что инвестор при это параметры по плотности соответствует момент связанные с квадратной реализации проекта планировки случае если на площадке еще остаются дома которые подлежат будущему переснение на какое-то время эти люди будут жить рядом со строительной площадкой возникнут определенные проблемы возможно конфликтные ситуации опять же вопрос где гарантии все вложиться наше законодательство гарантии возникают на этапе разработки и утверждение проекта планировки вот так если просто как чиновник ответил точку поставил это вместе а если дальше анализировать каковы гарантии что будет проект планировки реализован в полном объеме каковы гарантии да что это будут заданные моменты вот времени да то есть какие-то вот эти строки все это будут регламентировать условно договорить штрафные санкции другого вот рамка гражданского права отношений еще народа не придумал то столько штрафные санкции связаны с нереализация взяток на себя обязательств случае если ты не исполняешь обязательства будь любезен отвечать за это отвечай рублю или понятно что мультипликеты всегда имеют рычаги определенного воздействия на любого достройщика поэтому будем действовать с двух путей и административным ресурсом в рамках действующего законодательства и теми штрафными санкциями которые будут предусмотрены на договоре о развитии застройной территории что касается того вопрос о наличии производстве положительным образом сказывается наличие вот все цепочки производственные на какой-то ограниченной территории позволяет экономить и на транспортной составляющей вот другое дело то есть такое понятие как все на мечтали то есть извлечение прибыли даже если ты каких-то этапов производства связанных с кодинговой структурой когда у тебя печатный карьер цементный завод и звездковой карьер да то есть значит производство цемента потом производство кирпичами производства панели для панельного настроения все это в одних руках понятно что такие структуры они выживут в конечном итоге на российском рынке говорят что там вот он нас обманут из инвестора я говорю понятно есть проблем на самом деле рынку не так много лет российскому очень долгое время государства секторе экономики сейчас приходит компания том числе с иностранным капиталом на строительных материалов появляются новые производства на наш на территории нашего города имеется предприятие связанное с производством допустим при перекрытии как хотел властной милийской линии тем не менее многие наши застройщики там не покупают потому что там такая ценовая политика выгоднее платить панели из белоруссии или из пляжской области здесь ответ на ваш вопрос немножко другой плоскости он находится в плоскости экономики то есть если девелокер считает что ему выгодно покупать здесь значит будет здесь покупать а так если в целом модель да положительным образом должно сказаться опять что он повторяется на стабилизации на рынке не должно быть вот самая главная проблема на самом деле все говорят доступно что такое доступно же верят как раз соотношение между рыночной ценой на живое помещение и доходами населения вот нужно говорить как на рынке цена-качество так и на рынке доступного жилья это соотношение между доходами и ценой квадратного метра жилья вот это соотношение оно не должно быть таким как оно есть сейчас вот это все говорит на недоступности жилья долгое время вообще на рынке жилья 2008-2009 год там еще до этого седьмой приобретателем жилых помещений были практически одни те же физические лица которые приобретали в инвестиционных целях эти квартиры именно здесь кроются причины столь высоких цен на рынке жилья допустим калуги и в этом кроется высокий коэффициент до между доходами и ценой продажи квадратного метра жилья вот нужно сделать все чтобы максимум на рынке было предложение по жилищному строительству разноплановому плохому хорошему макировать допустим многие считают у нас кстати появился проект очень интересный ваше внимание дураба называется вот знаете вот как бы турки они конечно там используют допотопно полуточную систему мы тебе не умеем конфетки делать вот из всего зайдите в подъезд там найдете мрамор понимаете вы брали мрамор отделочный материал вот ступенька мраморная из натурального камня лифты таких как у меня в одной пятиэтажки третий этажки есть в центре города а вы поймите а на дубрале больше чем за 40 поэтому у них цена около 40 тысяч вы поймите приход на рынок компаний других иностранных в том числе капитала и только компания которые поставляют цемент визируют цемент у меня есть сомнения конечно вот съездите посмотрите это на губернатор программа выставили я человек который могут формировать эти поездки план поездок вот я и так сказать мы журналистов наши строители было приятно удивлено что как же так значит браво это же так сказать черта на куличках зачем здесь так сказать камень натуральный зачем он там нужен давайте так сказать это просто сделаем стяжку цементную и все зайдете реально видите натуральный камень в отделке мест общего пользы а почему а потому что люди думают о потребителя потому что они понимают что времена когда покупали все что так сказать все построено прошли теперь они считают многое дать которые имеют кого-то там уровень доставка а тут и имеет уровень доставка в которую кушает проекта а то есть представьте ситуацию будет кушает проект и этот проект на дубраве значит лейкин одинаковый цен как вы думаете куда пойдет и кто в данном случае является регулятором этого рынка потребитель то есть он не помидит кушает проект поедет на дубровом приобрететом живое помещение по сходной цене, и все, и рынок все расставят на самом деле на своем месте. А самое главное, чтобы туда государство сильно не влезало, но я имею в виду, в счастье, ценовой политики не надо. То есть, вот есть социальная категория граждан, получателей субсидий, все, что положено, государство предоставит и резерану, и сироте, и маме, которая там с убилым как-нибудь, без мать-одиночка. Медис, Саш, ну вы ответьте на вопрос, мне просто как-то уже интересно, мне что, многоэтажки ждать, потому что капиталист дикий и хочет заработать? Или это будет другая Калуба? Что я увижу? Я думаю, что Калуба будет разной. То есть, Калуба свой исторический центр сохранит. Я думаю, что в том виде, что мы сейчас видим, вот, Калуба, она будет в таком же виде, я имею в виду, исторический центр. Что касается правого берега, там есть очень красивые, хорошие проекты. И многоэтажные застройки, я не буду, чтобы рекламы не было называть, названия какие-то называть. Все эти проекты знают, они хорошо, как за Гагарина спускаешься, просматриваются на правом берегу, там интересные, красивые фасады будут. Будет такое жилье. Есть проекты по малой этажной застройке, стоковые. Сейчас будет скоро проект по малой этажной застройке такого бизнес-класса. Поэтому Калуба будет разной. То есть, и люди разные, какие должны быть и проекты разные. То есть, и по уровню достатка, и по отношению к жизни. Может быть, кому-то и не важно, что там во дворе есть что-то. И, ну, самое главное, при этом после работы, там, в 9 часов, там, подняться, там, на лифте, там, неважно, 22 этажных домов, там, на правом берегу, там, рядом с этими домами. Или подняться, если там, значит, нерадивые строители повредили кабельную линию и застрять, не знаю, по плице. Это проблема роста, проблема, связанная с отсутствием дисциплины на строительных площадках. Сейчас вот городское управо, скажем так, больше стало внимания, уделяется, назначено, наверное, в разы поддержанием порядка на строительных площадках города. То есть, и по состоянию, там, граждачей конструкции, по наличию, там, пунктов, мокий колес, потому что, как говорится, Андрей Ильич, фиталисты экономят на всем, хотят загнать население наше многоэтажное, так вот, никто никого насилие не сможет загнать. Вот, то есть, люди поедут туда, где им нравится жить. И надо создать все условия, чтобы у человека был выбор. Еще вопрос, вот как раз от нашего читателя. Если земля под домом приватизирована, то каким образом будет происходить? Сколько земля будет это менять на стоимость? Ну, знаете, дело в том, что есть такой очень принцип, очень простой, в земельном кодексе предкларианном. Это неразрывная связь между объектом недвижимости и земельным участком, на котором он расположен. То есть, любая земельного участка, любая объекта недвижимости. То есть, приобретя живое помещение, его автоматически, этот девелопер становится собственником земельного участка. То есть, это очень просто. Нет, допустим, дом 500 квадратных сетей, и при нем еще 200 квадратных сетей. Да, придумовая территория, которую размежевали в соответствии сроком, соответствии с нормативом. Но они же платят, например, за это деньги? Они не платят. У нас граждане соблюдены на оплату земельного налога по земельному участку, находящемуся в общей новой собственности. Кажется, мне будет хоть одну платежку, которая связана с оплатой земельного налога? У меня сейчас как разного оформляют, говорили, что они будут платить не в общей новой собственности. Это не общий домовой собственности. Если есть в оформленном кадастре участок, и все, и в меня... Смотрите, смейный участок по дому оформляется... Ну и по дому, и по дому, и по дому, и по дому, и по дому домовой. Не, 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 смотрите, вот представьте себе вот этот стол, да, вот этот вот компьютер, который нашит этот дом, вот так приблизительно, да? Вот с момента установки на кадастровый учет земельного участка, силу жилищного кодекса, земельный участок переводит в общедалегую собственность граждан. То есть после того, как будет получен кадастровый паспорт на этот земельный участок, до юра, и де-факто, значит, граждане станут собственниками. Собственниками неделимого земельного участка под домом. Других земельных участков нет в данном случае. Есть отдельные случаи. Вот на правом берегу не так давно мы предоставили земельный участок, ТСЖ, для организации парковки. Просто пришел представитель, тестажер ко мне, например, говорит, вот у нас там машина негде ставится, где есть возможность, безусловно, муниципалитет идет на встречу. Мы предоставили земельный участок в аренду для размещения парковки. Но это 9-этажный дом на улице генерала Попова. Поэтому такое решение муниципалитет принимает. Но, как правило, 100% земельный участок неделим от объекта. То есть вот квартирный дом и под ним земельный участок. Я думаю, что ваш столбцовый будет. Таких случаев нет. Смотрите, еще раз вам говорю, площадь нормируется. Я понял, о чем речь идет. То есть в законодательстве написано, что изымается не только жилое помещение, но еще и земельный участок под ним. Мы понимаем, что это вопрос. Отдаленно, отдаленно. Может быть, вы не это имели в виду. Я об этом сейчас подумаю. То есть входит стоимость земельного участка, чтобы купить стоимость объекта. Я вам отвечаю, да, входит. То есть безусловно, инвестор, особенно продвинутые собственники, в данном случае, вы говорите так. Я являюсь только собственником жилого помещения. Я еще участник, не парковочного места. Я, кстати, участник неделимый. Ни одно парковочное место не может быть неделено на территорию партнерного. То, что вы сейчас в Калуге видите, там огораживают, значит, парковочные места ставят номера. Мы с этим сейчас будем бороться активно. То есть это незаконно. То есть земельный участок является неделимым. И как бы этого граждане наши не понимали, кто первый приехал в парковочное место и занял, и переночевал эта машина, того это парковочное место. Значит, вот эти все вот эти разборки пора заканчивать. Связанно с тем, что это мое место, и я буду здесь стоять. Значит, в законе четко написано, что земельный участок, он на квартирном доме, находится в общедливое собственное. А что это значит? Что все граждане имеют равные права на него, на его использование. Поэтому есть продолжение мысли. Если особо продвинутый собственник жилого помещения говорит, вы еще сейчас будете меня измать. Не только помещение выкупать, но еще и земельный участок, который находится в меня в общедливое собственное. При этом нормальный девелопер, который скажет, да, конечно, улыбнулся. И сделать так, и сделать так, чтобы сделка состоялась. Вот что самое главное. Дмитрий Александрович, извините, что я не говорил. Вы на одном из последних заседаний Городской думы говорили о том, что у вас смотрится в качестве земельного участка для строительства жилья для председательства из Газбетского жилья деревня Конищева. Да не деревня, я там, вот вы понимаете, у нас это, мне нравится наша пресса, то есть деревня Конищева и деревня Конищева. Это улица новая. Значит, там действительно запроектированы три дома. Это рядом с деревней Конищева. Просто для меня, допустим, вот эти вот сельские, скажем так, населенные пункты, сельсоветы ассоциируются именно с этой деревней. То есть я сам в свое время в молодости в конечном пруде укупался. Я пока там возможно было укупаться. Вот из этих домов видно зеркало этого пруда. Очень хорошее живописное место. Рядом пятиэтажные дома, рядом школы, где мы не так давно построили спортивную площадку. Очень комфортное место для жизни. Запроектировано в счет местного бюджета три 80-квартирных жилых дома девятиэтажных. Машутки конечные, маршрутки общественного транспорта. Это не деревня Конищева, это улица новая, рядом с деревней Конищева. Жилописное место, практически на границе населенного пункта города Калуги. То есть можно там, я-то там грибы собирал. Лет там 500-х. Ну просто там погасли. В пруду я купался очень давно. Сейчас ввести с неинсанкционированной спусками канализации, посвекальной. Вот еще раз говорю, вот эта задача муниципалитека. Найти, значит, того нехорошего человека, который, значит, свою посвекалку, значит, он экономит на септике, которые, то есть, живя в коттедже многомиллионном, значит, экономит на элементарных вещах, значит, предпочитая, значит, закаживать пруд. Пруд красивый, хороший. Там, кстати, есть план муниципалитета по развитию этой территории, как за нового, так вот с другой стороны, там уже ближе к деревне. А этот рейдром, она улица новая находится, рядом с пятиэтажной застройкой. До центра добираются целые часы. От того места? А сколько? Да, до центра, до центра. Да, до центра, до центра, до центра. Нет, вы знаете, вот многие мои коллеги, которые живут на Северном, они пользуются окружной дорогой автомобилей до центра, окружной можно за 15 минут на экране. А даже на центре ходят? Нет, нет, вы смотрите, вот дело, на самом деле, вот уровень автомобилизации, да, но настоящий момент такой, что, ну, любой студент, вот я сам, не пустой, не пустой нашего филиала, вот я помню, эти годы, там, какой-то, это, сказать, самый составительный балмонец, подъезжает на своей машине, сейчас с филиалом, руководством, может быть, с манемой и бывшей преподавателя, я делал такой, ну, не самому что-то, нам парковаться негде студентам. понимаете поэтому что касается доступности понятно то есть зачем проектируете дом начать на окраине людям до театра добираться мы в городе просто место не нашли где разместить 380 квартирного почему от правого берега ушли на правом берегу у нас тоже есть площадка на какие просто чтобы разложить яйца по разной картины чтобы у людей не ассоциировался правый берег с людьми которые несчастные переехали есть кстати вот определенная еще вещь связанная особенно с первой волны по переселению те люди которые привыкли жить уже какое-то время никогда и по одно место переселяешь это как будто очень серьезно такое печатать вообще здесь батюшка который строится как его завод отец кирилл вы пообщайтесь с ним знаете историю расскажет интересно по этому поводу поэтому задача муниципалитета кстати многие другие муниципалитеты в российской федерации на территории других стран они распределяют население чтобы они не были не дай бог по одному признаку и сейчас когда переселяют граждан заваренного жилья и многодетней семьи детей сирот их распределяют специально по разным адресам я еще на мероприятии нахожусь представьте что еще не закончился если не верится скажите а еще какие-нибудь корзины есть помимо облицировать правый берег улицы новая еще сейчас рассматриваются европейский квартал продолжение застройки рассматривается территории на перспективу за метро там большой будет краю по моноэтажной застройки вот прям ритейла связано с реализацией нашего генерального плана мы сделаем помните что проект связанные со строительством жилья за счет средств местного бюджета они будут всегда когда наши государства будут исполнять обязательства перед определенными категории граждан связано с обеспечением жильем вот и и ветераны ну понятно ветеран великой отечественной практически решили проблему яйца говорится разложили маленький съездить в малинах по ходить эти остановки устроиться территории прибегающие к пруду смотрите насколько это комфортно вот это красиво конечно но вы понимаете что все прекрасно все прекрасно ему не может быть вообще хотя мы приблизительно с вами ровесники да вот я жил в своей жизни военном городке с родителями там путешествовал я знаю что по строящейся микрорайоны мои ровесники руки там ноги ломали нам было интересно жить на стройплощадке поэтому 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 вы знаете все все на самом деле будет москва не сразу строилась калуку тоже поэтому все все будет самое главное чтобы было понимание да у людей то есть и вот со стороны наших дружан да знаете как говорится то есть те кто у нас планах все это есть нет самого главного пока это достаточно ресурсов для реализации мы понимаем что должно быть параллельно как только значит строитель уходит со своей площадке одновременно должен появиться чистый транспорт и линии троллейбусы детский сад и школа значит желательно укомплектованы из бассейна значит тротуары должны быть и мусора не должно быть управляющая компания должна незамедлительно приступить к исполнению своих обязанностей ближайшим образом и лифты должны работать и гестарбайтеры не должны грузить в лифт значит строительный мусор который потом забивается дикт выводится и строится это должно быть к этому стремимся предложение от нашего читателя расстелили бы людей на время строительства и потом давали бы квартиры новых построившихся на том же месте дома как на Турске 44 было когда расстелили частные дома представляю каково бедным людям оказаться в такой ситуации детям возможно школу менять взрослым полностью переустраивать весь предложение ну вот смотрите то есть куда-то переселять куда-то переселять на время пока там что-то сносится что-то строится вот это все должно быть тогда структуре себе стоимость продаваем квадратного метра жилье куда эти закаты направляется по закону да все против жилищный кодекс там положение связано с проведением капитальных ремонтов при приписи предложение хороших экономических реальных туда смог не имеет тогда смета на эти капитальные ремонты на переселение будут увеличенному трону на эту сумму связаны представьте гражданин да я не поеду будет там нехорошее место вот я хочу чтобы я временно проживал газните холодно здесь сразу возникает куча вопрос я очень хорошо думаю о людях то есть и знаете на самом деле все что связано с переселением я лично вот уже долгие годы значит общаюсь с нашими людьми с гражданами со всей территории нашей коробской области многие из них благодарность воспринимают вот сам факт переселения многие из них живут реально в антисанитарных условиях где в деревянных перекрытиях реально заводятся значит насекомые которые период определенного времени года реально кусают значит наши сограждане а вот сейчас говорим не о людях которые живут в домах с насекомыми давайте вот и вот и я понял предложение такого начала со своими правого берега строится первая панельная там 17-этажный дом и 14-этажный дом рядом строится другую то есть только такая построить сначала в комплексе да все а потом переселяйте нас нормальное жилье то есть траги а потом давали бы квартиры в новую построить и все на то же если там 4 было когда расселяли частные дома представляете кого бедным людям оказаться такой ситуации врезать в среднем несу на строительный цикл связано с началом проектирование строить составляет два года два года в лучшем случае все это человеку нужно от того момента когда он пришел с катастрофа инженера чтобы определять границы замельного участка через месяц после проведения фотографических съемки выезжает организация которая делает инженерное изыскание все это шаг за шагом это два года то есть где два года какие затраты должны быть у инвесторов чтобы на это время вот вернулся назад это тоже возможно вот представьте себе ситуацию вот конкретную жизнь мы предположим граждан предложили переехать дома на правом берегу из центра города на этапе переселение включение с ними договора заключается предварительное соглашение предусматривающие предоставление собственное жилого помещения танка на это время перриезжает два года построить это жилье на этом месте снесенных домов которым место начинает не построить тут умею у этого человека в голове вернуться на то же место но кто сказал что он не может вернуться то сказал что он не сможет допустим продать свое жилое помещение там на правом берегу допустим добавить денежных средств через два с половиной года и приобрести то жилое помещение в том же микрорайоне где он и жил только уже немножко вот другими экономическими предпосылками что значит нет у него появилась равноценная по стоимости жилое помещение в другом месте у него вышел потребительским характеристикам потому что центральная часть города и соответственно выше цена жилое помещение из того района который он уехал он продает жилое помещение на правом берегу но я просто фантазирую и переезжает через два три четыре через четыре года через через четыре года он переедет уже туда учителя будет в нормальных условиях готовится приобретение жилого помещения в том квартале который у них на самом деле вот эта конструкция она не жизнеспособна я это все понимаю но то о чем вы говорите предоставить примерно читатель переселите на эти два-три года человек во временное жилье то есть этого инвестора должны возникнуть затраты связаны просто с приобретением этих жилых помещений связано еще с оплатой коммунальных услуг и только потом начать переведите может быть такое и реализуемо но у меня это очень сложно в мой голову укладывается вот в принципе возможно все в рамках гражданского права отношений вон может быть договор заключен который не противоречит действующему законодательству может быть какой-то гражданин попросит квартиру допустим в подмосковье ближайшем или другом населенном пункте того кстати на практике было когда женщина когда переселяли людей для строительства объекта который называется новый корпус она женщина спросила все мы решили можно связи с тем что разработана новая программа внезапно жила опять же там телевышкой в ходе звуки что жила строительство мансард опять решили двухэтажные дома наращивать до трех и четырехэтажных как на бутона вроде бы фирма живая претензии обувь совладельцы фирмы друг другу нет и второй вопрос опять же связи с этой программой активизируются депутаты они предлагают за бесценную квартиру как вести читателям которые как вести себя калужанам которые внезапно увидели объявление на долю предлагаем нарастить вам два этажа и предлагаем вам срочно продать квартиру иначе у вас эту квартиру мы сейчас выдаем за места а иначе у вас ее вообще не купят и вас поселят кошель в проекте значит первое что касается маркадного домостроения смотрите вопроса для конструкции квартирных жилых домов является исключительной компетенцией общего собрания собственника общее собрание собственников то есть граждане собираются принимают решение на общем собрании только с этого момента когда вы 100% голосов принимается соответствующее решение при этом это решение не является стартом начала реконструкции как у нас к сожалению произошло по улице переходной 3 5 когда граждане молчали потом в 2011 году нашего руководителя управления ЖКХ показали на первом канале наши журналисты грамотно это сделали на самом деле после того как проведено общее собрание еще следующее обследование это разработка проектно-смертной документации на реконструкцию дома то есть на стройском атаке является реконструкцией квартирного жилого дома и соответственно требуется разрешение на реконструкцию поэтому очень аккуратно имеется негативный опыт к сожалению по данному вопросу что касается мацарда мацарда строй плюс у меня тогда отдельную информацию предоставься мне сейчас неизвестно там отмечающихся каких-то дальнейших планах вообще он не тьющий там заговорок просто по поводу мацарда строения у меня самый любимый пункт я щас можно тиражировать, было бы очень интересно. Потому что район действительно очень красивый. И я думаю, мансардный этаж, там один, там, полтора-два, он, можно сказать так, не улучшит архитектурный облик, а ты улица. А те средства, которые будут в свете, я имею в виду капитальный ремонт фасада, внутренние инженерные сети, устройство территории, прилегающие, еще украсит этот район. Поэтому отвечаю еще раз на ваш вопрос. Очень аккуратные граждане должны относиться к вопросу. Это как-то разрешение, город будет довольна. А может сказать, извините, у нас тут и место, мы 9-этажки строили? Нет, смотрите, значит, можно все что угодно на общем собрании сказать. Наши граждане, так сказать, правильно сказали свое мнение на общих собраниях, фиксировать, фиксировать обязательно. Значит, я на всех, ну, на последних собраниях собственников по перекаду 0,3,5 практически на всех был, не и на диаметральном противоположном, как правило. То есть есть там, значит, граждане, которые за продолжение, за завершение конструкции, помните этот дом, где кровлю разобрали, ну, там, потом у депутата был вынужден в аварийном порядке восстановить кровлю. Вот там вот есть, ну, наверное, процент, наверное, 80 граждан, которые за приложение конструкции, то есть они хотят, чтобы полным объемом закончено было любое устройство, вот, а есть там несколько людей, которые против. И вот те люди, о которых вы говорите, это массажный строй плюс, они сейчас вот это выделим, да, они привлекли средства граждан, ну, даже по определенному, значит, схему, и сейчас они не могут исключить свои обязательства перед этим гражданом, потому что на общем собрании не принимается положительное решение о проведении реконструкции, которая является обязательным, точно так же, как является обязательным, прохождение экспертизы проектной документации на реконструкции, вот, двухэтажных этих домов по улице Переходной, только вот в этих двух условиях на секретное разрешение. Само решение на общем собрании собственников жилых помещений не является основанием для начала производства строительных монтажных работ. Единственный документ, который позволяет, в данном случае, начинать работы, это разрешение города на проведение реконструкции квартирного жилого дома. Что касается действий, как вы говорите, там, наших депутатов, мне о них ничего не известно, любой человек вправе совершать гражданско-правовые сделки, да, вступать гражданско-правовое отношение по своей воле, то есть, если к этим гражданам что-то им там предлагают, они вправе либо согласиться, либо отказаться. Если кто-то из недобросовестных граждан пытается использовать эту ситуацию для извлечения прибыли, да, ну, вот, не представьте себе, они якорнули, да, в этом сносе в каждом объекте, да, то есть, что впоследствии этого девелопера выкручиваются, к сожалению, такой бизнес процветает, вот, это можно, вот, говорить, ну, можно на такой площадке, ну, в среде профессионального сообщества, то есть, когда якорят в определенном объекте, значит, какое-то живое-нежилое помещение, и потом, значит, сумма сделки, я вам могу привести, там, десяток примеров и озвучить, так сказать, вот, ну, я считаю, что это нецелесообразно делать, в любом случае, это является законным, да, с точки зрения законодательства, с точки зрения морали, да, вот, ставить под сомнение реализацию проекта, тянуть всех болото, да, из-за того, что ты, там, якорнул в каком-то квартирном жилом доме, приобрел право собственности на жилое помещение, я считаю, неправильно абсолютно, как с этим бороться, ну, будем бороться по мере поступления проблемы. Один вопрос, Дмитрий Александрович, да, извините, короткий вопрос. Дмитрий Александрович, у меня вот пожелание просто, ну, после этого уже, как бы, неконкретика, но город это не только квадратное место, это среда питания, и поэтому внешний вид, эстетика, это тоже огромное значение имеет, поэтому я не вижу, вот мы так рвемся к цивилизации, но я не вижу этой дискуссии, я не вижу даже тех институтов, которые разрабатывали, вот, именно взгляд на архитектуру, на развитие города, вот, с точки зрения среды обитания, не, я имею в виду у нас того, что. Алистин, пожалуйста, мы хотим конкретно, пожалуйста, по прогнозу, просто конкретно вашу программу, на то количество граждан и персонал, насколько я понимаю, в день, в декабре сколько и два года, сколько там? Сколько в последние годы, в 2049, сейчас в программе? Стопливодитель, я не доела, в 12 часов. Так, все, не нервничаем, сейчас вы в ответ. Каждый день уже звонится. Ну, не приглашаю, я просто не господин. Сколько тебе там? Вопросы надо конкретно. 1046, смотрите, Алистин, 1046 домов. Количество граждан, проживающих, вот эти 1046 дома, вот, умножайте, поскольку будет экспертная оценка, на 100, вот, получите, получите в среднем количестве, ну, на 100, на 70, получите в среднем количество граждан, которые попали в эту программу. По количеству квадратных метров тоже считайте, умножайте 1046 на средний показатель, около 1000 квадратных метров. Вход получится в площадь, который будет. Это дома аварийные или те, которые в программе? Которые в программе. Мы говорим про программу. Вы поймите, что в программе есть только адресный перечень. В соответствии, законодательство указывается адресный перечень. Но когда заключается конкретный договор о развитии застроенных территорий, появляются конкретные цифры. Появляются инвесторы, которые начинают считать деньги. Теперь походите по основной таблице. Первое, которое будет решение принято, это укис декабристов. Там, значит, у нас два дома подлежит отселение, дом номер 6 и 8. Дальше. Улица, улица, улица Свобода. Четыре дома. Там еще есть неживой объект. Ну что уж умеете, там еще, так сказать, пять халабонов стоят. Тоже будут сноситься. Я же на схеме сходил. То есть четыре дома под неживой объекта? Да, плюс неживой объект. Двадцать один человек. Алло. Коллеги, еще есть какие-то конкретные вопросы? Чего вам по этим улицам потом в дальнейшем понять? Что им есть там? Пять, семь, девять этажей есть уже? Будет, будет. Десять этажей. Десять этажей. Десять этажей. Десять этажей. Программа развития состройств. Принципальный. Я просто сам был вот так, чтобы вас погрузить в эту тему. Не просто цифры. Вот кому интересно, вот я читаю, кому интересны эти цифры? Вот вы мне объясните. Вы, как журналисты, просто должны, вот смотрите. Таитория разная. Вы, да. Смитрий Смитрий, здесь просто присутствуют федеральные связи с базовой информацией. И, конечно, же федералы. Вот федералы у нас такие, так сказать. Федералы, федералы. Федералы, федералы. Вы приходите ко мне, я вам все здесь раздам. Мы даже для вас более свешим экспертную оценку дали, потому что эти дома по площади. Есть таблица, в которой сведены все площади домов, у меня на ней на компьютере, где все площади домов будут у вас, я ее посчитаю. Считаю, что на данном этапе производите эти расчеты. А вот для вас, для экспертной оценки, вот эти тысячи умножайте смело, насколько исправно, полторы-два тысячи квадратов, и получите экспертную оценку. Так, кстати, делают большинство должностных лиц, когда они делают оценки. Вот, сколько будет в целом дорасти, сколько сведений там. В квартирном доме проживает семей, все среднее размерного хозяйства – 2,6. Поэтому можно все очень просто, все из одной цифры все получать. Нет, у моей коллег больше нет конкретно. Можно и спорить еще раз. А федеральная программа осталась еще? Нет, смотрите, надо четко разделить. То, что связано с переселением из аварийного жилья, да, и где еще средства федерального бюджета мы получаем из фонда содействия и реформирования ЖКХ, и наша программа по развитию застроенной территории. Вот наша программа, я уже где-то говорил, что наша программа по развитию застроенной территории, она позволит ускорить реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. Они должны друг друга дополнять. Поскольку, как я уже говорил, что нету грани между домами, признанными аварийным подлежащими службами, которые будут признаны через 2-3 года, потому что документы не хотим будут собрать. Если у моей коллеги больше нет, то там свой последний, как был, давайте чем-то не так. Да, чем он делает жителям домов номер 32, это опять же 32, группу 2, Московская 195, Жнукова 43. Московская 195, да? Да, люди волнуются. Да, Жнукова 45, нет, 135-этаж. Да, Кирова 32, группу 2, тоже Крущевка, Жнукова 43, тоже Крущевка. Да, я думаю, это еще нет, это четвертая перспектива. Жукова 43, да? Да, 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 да. Если бы с мамой куда-нибудь пришла. Декабристов не делать, но Жукова в этих домах, которые уже точно не делали. То есть декабристов не делать, и по-моему-то не делать. Да, они не варили. Не, ну так не совместно. Жукова 43, да? Это я сообщил, что такое 16, 127. Загоревший дом, да? Да, да, да. Улица Маршала Зукова 44, 7, 46, 11, 19, и по Лисовосточной 21, 17, и по Чехово, да, по Чехово 5, 12, и это вот сейчас проект поменуется вот по правой части черевок, в первую очередь, а с левой части, ну, я надеюсь, что будет что-нибудь позднее, это очень серьезная тема по черевочкам, партиму. Еще пожелать. У нас закончилась или будет продолжаться практика свечек, которые будут вырастать во дворах. По полюсвобода 93, рядом с домом 81, за пятерочкой 104. Говорят, там будет стоять на 1-этажке, и она закроет полюсвобода 81. Для этого нет. Телебашня. Телебашня. Еще раз адресом, да? Полюсвобода, на месте дома полюсвобода 93, двухэтажного собираются построить 9-этаж. Ну, посмотрим. Как собираются, как вы сидите. Уже разобрали автостоянку за магазином пятерочкой, автомойку за магазином пятерочкой, и тут началась активность по собеседованию от жителей. Я думаю, конечно, не в оборудовании тоже бывает. Нет, когда можно сделать этот квартал, это на койке в полюсвобода 32 от автостоянки. А там еще 83-й там мешается. То есть это еще... Давайте, честно говоря, я смотрю, что я не могу прикурить, что кто-то там обращался. Дмитрий Александрович, большое вам спасибо. Мы будем очень рады, если вы к нам придете еще раз, потому что этому вопросу будет достаточно много. Спасибо зануюкую.